Творческая мастерская – целый город. Полотен хватит надолго. Первый гараж на Северном. Художник заполнил все его пространство. Здесь некоторые ранние рисунки автор уже закрасил новыми, космическими. На этой стене рисунок 2011 года. Это из более раннего, что я рисовал. Он еще черно-белый и сделан одной кисточкой с обычной просто краской. На космос художник перешел два года назад. Решил, что давно пора рисовать со смыслом, а хип-хоп уже перерос. Сейчас вспоминает Советский Союз. Те мультики, игры на приставке Дэнди. Первый полет в космос. Эти граффити иногда зарисовывают, рисуют на них какие-то ненужные нам всем вещи. А тут прям видно, что космос, будущее. То, что первые наши люди российские были в космосе. Псевдоним «Кассета» дал Алексею им же придуманный персонаж. «Человечка» кассету изображал на всех рисунках еще во времена увлечения хип-хопом. Где-то с руками и ногами, где-то только лицо. Иногда рядом с кассетой человек-баллончик. Кассета, музыка 90-е, так и до Советского Союза дошел. Вот мультфильм тех лет про Сидорова Вову. Когда рисовала рисунок, были проблемы с фоном. У меня было два черных цвета, получается, баллончик. Но он закончился. И мне пришлось потом кисточкой обычной прокрашивать вместо фона. По краям кадров мультика про армию Алексей показал свои армейские воспоминания. А этот гараж когда-то был изрисован нецензурными словами. Местами ржавел. Администрация района настоятельно рекомендовала владельцу все это закрасить. И тот нашел Алексея и попросил исправить ситуацию. А Александру Щербаку случайно встречному нами художник раскрашивал палисадник. Этого человека проявляется какое-то творчество, какое-то направление. Приятно, когда стоит гараж или строение замусолено, серое, убогое, и вдруг оно цветное. И еще на нем что-то веселое изображено. Рисует Алексей по выходным и уже выходит за пределы северного микрорайона. Заметим, что украшает гаражи с разрешения хозяев. Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин